Друженица тыла Антонина Ивановна Коваленкова отпраздновала свое 90-летие. Глава округа Артур Болотников лично вручил подарок и пообщался с именинницей. Разрешите вас поздравить с юбилеем. Благодарю вас. Здоровья самое главное. Разрешите, зачитаю важный адрес. Ага. Уважаемая Антонина Ивановна, от души поздравляю вас с юбилеем. На долю вашего поколения выпали тяжелейшие испытания Великой Отечественной. Ваш трудовой жизненный путь, любовь к родине и вера в правое дело всегда будут служить примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам здоровья и бодрости духа. Владимир Владимирович Путин. Спасибо. Поздравляю вас. А мне тоже. Подарок. Такой у нас от правительства Московской области. Когда началась война Антонине Ивановне было всего 10 лет. Маленькая девочка наравне со взрослыми работала в колхозе в Виноградове. Полола грядки, сушила сено и копала окопы. Он, как и бомбили Виноградово, бомбили военторг. Да, то есть самолеты долетали сюда. Да, бомбили. Даже у нас из нашей деревни один служил военторге. Он даже, его даже его ранило этой осколком. О День Победы Антонина Ивановна вспоминает с особым трепетом. Когда День Победы, я как раз в школе училась. У нас радио не было в деревне, да? И мы не знали, что День Победы настал. Мы пошли, я в Каннобейской школе училась. Пошли в школу. Пришли в школу. Нам говорят, День Победы, идите обратно домой. У меня папка пришел с войны. Он на войне был без ног. Да, у него ноги не было. Я ему вот в 43-м году, он как раз пришел, приехал с войны. Его, он в госпитале лежал, вот, с госпиталя приехал. Вот, без ног на костылях. Я, конечно, ему раны перевязывала. Но Антонина Ивановна не унывала, все понимала, не капризничала и трудилась. После войны она работала на железной дороге отсмотрщиком вагонов. А сейчас воспитывает внуков, читает книги и, наконец-то, отдыхает. Карина Леднева, Дмитрий Волнов, Новости, Искровект.